Сегодня у нас чудесный праздник. Мы прочтем с вами из Евангелия Иоанна 17 главы. Несколько стихов. Несколько стихов. Дознай от тебя единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа. Я прославил тебя на земле. Совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославил меня того, чего тебя самого славы, которой я имел прежде бытия мира. Ныне же к тебе иду. Я говорю о мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Это он говорит об учениках. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Не о них только молю, но о верующих меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверуют в мир, что ты послал меня. Это многие считают пресвященнической молитвой Господа перед выходом на страдания. Я считаю, что это отчетный момент, который Господь совершил пред учениками, чтобы они слышали. И потом, увидев, поняли, что действительно еще при жизни еще не было никаких страданий и так далее, Господь уже дал отчет своему небесному Отцу, что Он все исполнил и совершил. И тут же идут страдания, и тут же смерть, последующее воскресенье, и вот как мы празднуем в Отнесении. Он же сказал, я к тебе иду, а вот они остаются. Но как ты послал меня, так послал я их. Это прекрасное место священного писания, записанное только Иоанном. Вот, отчетный момент нашего Господа. Точно такой же отчет дал один из апостолов. Я хотел подчеркнуть, чтобы апостолы тоже поняли, что им придется тоже давать отчет перед Богом, как они будут совершать свое служение, и как они завершат свой труд. Вот апостол Павел дал при жизни еще свой отчет. Течение кто? Совершил, веру сохранил. Это он дал отчет пред Богом. И чтобы люди видели, так Господь дал отчет перед своим страданиям, уже как совершившиеся. Конечно, дорогие, люди представляли даже Израиль, Бога очень наказывающим, Богом, Который не может простить грех, и так далее. А вот Христос открыл Бога любящего. Бог помышляет, как бы не отвергнуть, и отвергнуть. И вот такую любовь открыл Иисус Своего Отца людям, чтобы они не представляли, что Бог только и желает человека наказать, наказать и наказать. Нет. Бог стремится, чтобы человек познал Его. Познал Его любовь. Вот. И все соделал. И теперь я авторитетно говорю, нет того, чтобы Он не сделал для людей во спасение их. Все соделал. И последнее, что Он соделал, отдал Сына Своего во спасение гибнущих людей. Вот. Также Он открыл имя нашего Небесного Отца. Хотя многие говорят, как имя Бога? Некоторые считают, Иегову. Это Он открылся Израилем. Да. Господь открылся Израилем. А Христос нам открыл Бога как кого? Как Отца. Правда, Ветхозаветные пророки тоже порой называли Бога Отцом, но в смысле как Творца. А здесь Он открыл Отца и в самом деле. Мы теперь Его называем Отцом, потому что Он восхотев, родил нас. Ведь мы Отцом называем Того, Кто нас, что? Родил. Иногда люди, вот в подобии свидетелей, Иегову спрашивают, как имя Отца? Я говорю, Отец. Отец, это не имя. Я говорю, имя. Вот я говорю, я за всю жизнь Папу Иначе не называл. Так и говорил, Папа, Папа, Папа. Хотя его другие называли Тимофей Иванович, но я его в жизни так не назвал. Почему? Да потому что он мой Папа, а не Тимофей Иванович. Так и дорогие. Бог восхотел, родил нас. И Он наш Отец. Я, помните, приводил пример, как я православную говорю. А ты, Отче наш-то, знаешь? Ну а как? С детства знаешь. Ну-ка, расскажешь. Вот она начала. Отче наш, сущий на небесах. Стой. А Бог, Отец, Бог, твой Отец? Она, ты что? Он Бог? Я говорю, ну окажешь, ты говоришь, Отец наш, сущий на небесах. Ну, это Христос нас так научил молиться, мы молимся. Вот люди не сознают, что Христос научил, чтобы мы познавали, что Бог Отец потому, Отец, что Он возродил нас, родил. Также Христос открыл славу небесного Отца. Его дивное учение. Христос даже не присваивал себя все то дивное учение Евангелия, которое Он проповедовал. Он говорит, я ничего не говорю от себя. Ничего. Все от Отца я вам принес. Я ничего вам не могу сказать от себя. Только то, что мне сказал Отец. Так что Евангелие, которое проповедано нашим Господом, оно от Небесного Отца. Это действительно премудрость, которую открыл нам Христос. Также, дорогие, Христос показал силу могущества Небесного Отца. Он исцелял больных, воскрешал мертвых. Смотрите, и даже когда Его хотели побить камнями, Он говорит, много добрых дел я вам показал от Отца. От Отца. За какой же из них вы хотите побить меня камнями? Смотрите, сколько добрых дел! Ну, как на людей еще угодить, так? И они хотят его побить ко мне. И Он говорит, много добрых дел я показал от Отца. за какое из них хотите побить камнями? Ужасно! Он показал любовь Отца. Ибо мы знаем, это самый золотой стиль, ибо так возлюбил Бог мир. Я всегда подчеркиваю так возлюбил, что отдал Сына своего. Это величайшая любовь, величайшая. И поэтому, дорогие, нет больше любви, вот, как явил нам Небесный Отец. Господь не искал славы, не он проповедовал всем, а наипаче нуждающего. Даже священники, рабща говорили, почему он ест и пьет с этими грешниками? А Христос сказал, я пришел спасти кого? Грешник. А вы считаете все праведники? Говорят, вам нет нужды во спасении. Так я вот спасаю грешников. Вот так, дорогие. Значит, Господь послал спасти всех людей, безусловно, и тех же священников. Но они очень ревновали. вот вот это зависть, которая снедала их. И даже Пилат знал, по какой причине они его привели. По зависти. Зависть, как-то я имею тему об этом, это чувство небожественное. Первый позавидовал дьявол. и это чувство дьявольской зависти, оно творит столько горя, столько страданий на земле. Зависть. Также дорогие исцелял сокрушенных сердцем. Но вот пришла женщина, когда он сидел у Симона, там он по-моему тоже был из книжников. И вот она пришла, как она вошла, даже трудно сказать, обычно таких и на порог не пускает, она вот зашла и начала обливать ему ноги крючками и так далее, и так далее. И Симон подумал в себе, подумал, а если бы он был пророк, то он знал, какая женщина. Симон, Симон, он знает, и что ты подумал, он знает. и он говорит, Симон, ответ мне, вот двое должников были у одного взаимодавра. Один тысячу генарию, а другой там сто. Но так как они не имели чему платить, он обоим простил. Так кто больше будет его любить-то? Симон финансовую часть хорошо знал. Он сразу ответил, ну кому много проще, ну конечно. Но вот. Вот я пришел к тебе. Ты воды мне на ноги не дал. Даже не поприветствовал. А вот она омывает слезами. За то, что она возлюбила многое, прощается грехи многие. И сказал ей, прощается те грехи. Иди смерть. Смотрите, сокрушенное сердце. Конечно, глубины ее души, ее переживание мог проникнуть только Господь. Даже этот Симон не все знал. А вот Господь знал и знал ее сокрушенное сердце, что она не зря плакала, не зря. Сокрушенных он пришел исцелить сокрушенных, как сердце. Сокрушенных. также духовно слепым давал прозрение. Даже таким слепым давал прозрение. Ну, вы помните, как слепорожденного он помазал ему глаза, он пошел умылся и стал зрячим. и не поверили священник. Как слепорожденный и вдруг стал зрячим и как они его мучили. Расскажи, как он тебе исцелил. Вот так, вот так. Нет, не верим. Ну, позовите родителей, может быть, он не был слепым. Родители говорят, да, он родился слепым, но почему он теперь зрячий, не знаем, бояться. бояться. И когда Господь его встретил и сказал, а ты веришься на Божьем? И когда он открылся ему, сказал, верю в Господь. И что сделал? Поклонился. И Господь сказал, я пришел в этот мир, чтобы слепые стали зрячими, а зрячие стали слепыми. И книжники сказали, Господи, неужели мы слепые? А если бы вы не говорили, что вы видите, то грех не было бы на вас греха. Но так как говорите, что вы видите, то грех остается на вас. вот так же безбожники порой уверяют нас, что они все познают, как бы видят духовную очередь, грех остается на них. Это как один атеисты в диспуте. Тоже они берут основание Слово Божьего. И говорят, ну как же так? Иисус сказал, никто не восходил на небо, кроме сшедшего с неба Сына Человека. Как не восходил? А Инох? А Илья? Один старик встает и говорит, у вас что-то с грамматикой не в порядке. Как это не в порядке? Господь сам вошел на небо, а Инох был, что? Взят. Илья тоже взят и имел свидетеля Елисея о его взятии. Так что, что-то у вас с грамматикой не в порядке. Вот так, дорогие. Христос сам вошел, а тех Бог взял от земли. Вот так, дорогие. Но главное, Господь пришел разрушить дело кого? Дьявол. Он поработил все народы. Поэтому он дерзко заявил, когда искушал Господа, показав ему во мгновение ока весь мир, все царства и мир. И что он сказал? Все мое, все мое. Смотрите, какой дерзкий дьявол. заявляет владыки, что это все его. Пасха, поклонись, вот дам тебе. Да? Да, дорогие. Вот Господь не поклонился. Но тот антихрист, который придет, он поклонен. И дьявол ему даст все царства мира. Да. и он будет господствовать в этом мире. Также, дорогие, он уничтожил Рокописание суда, которое пишет и создает дьявола каждого из нас. Потому что он является клеветник, вещащий на нас день и ночь. И так он пишет о нас все наши ошибки. Вот так он сегодня что-то сказал, запишем. Вот там он то сделал, запишем. Вот так он пишет о нас. Вы думаете, не пишет? Пишет. И потом многие говорят, когда перед смертью, он начинает вспоминать. А вот помнишь что да то, вот то. Вот так, дорогая душа. если б не кровь Иисуса Христа, это рукописание бы было представлено на суде. Но так как кровь Христа омывает нас, то все эти рукописания ничего его не стоят. Только бы мы старались жить благочестиво. также дорогие он снял покрывало со всех народов. Раньше покрывало покрывало все народы, язычники поклонялись идолам, не разумея, что это деревяшка или метар. Теперь стало очень мало идолопоклонников. Большинство все-таки начало понимать, что идол есть идол. Потом Господь снял покрывало из Израиля и они поняли, что в законе не оправдается ни одна плод. Только благодатью мы спасены через веру все они от нас Божий дар не одел, чтобы никто не хвалился. Вот так дорогие. Это покрывало лежало и еще Израиль частично самопокрывает себя. Не Господь он снял это покрывало, а Израиль еще самопокрывает себя. Никак не может снять и расстаться с этим покрывалом. Он упразднил закон чем? Своим учением. Закон заповедей своим учением. И люди, которые держатся за закон, это несчастные люди. Я им говорю, ну несовместимо или благодать, или закон. И апостол Павел точно говорит, взявшись за закон, вы остались без Христа. На вас не распространяется благодать. А они хотят опять с ветхие мехи вливать вино новое. Ну порвется все. В ветхой одежде новая заплата. Ну все вырвется, еще дыра будет больше. Так и получится с такими людьми. Когда они яются пред Господом, у них все оборвано и все в дырах. Ну как же они оправдаются? Вот такое драген. Господь победил смерть и убрал страх смерти. Люди все боялись смерти. все даже правед все равно боялись смерти. Все хотели жить. Господь, победивший смерть своим славным воскресеньем, он убрал страх смерти. Теперь праведники верующие умирают спокойно. смерть. Если бы Господь не убрал страх смерти, то христиане в Риме не умирали бы так, что люди недоумевали. Как они спокойно принимают смерть? Смотрите, как они умирают. Почему вот эта жестокость возрождала новые новые ряды христиан в Рим? Некоторые, смотря на все это, приходили к мысли, что только силой Божией они могут это перенести и принять смерть. И многие говорят, и я христиан. И все перекодили к христианству. Почему? Потому что вот эти мучения, они нисколько не уменьшили рядов христиан не уменьшили, а только увеличили. И как мы, я много книг читал, и там даже был артист такой популярности, что ему весь Рим рукоплескал. И вот он однажды делает такую постановку, где он обливается водой, как крещение и так далее, и потом кричит, я христианин. Весь огромный театр кокотик. Но он говорит, поймите, я христианин. Они никак не могут поймать. Ну наконец он МВ это я христианин. Да как что я против? Да. Только кристос. Есть спаситель души. Они поражались. Как их кумир стал христианином? Да. Потому что Господь убрал страх смерть. И это поражало. Поражало. Итак, дорогие, Господь открыл нам, что Он нам готовит неисследимое богатство, чего? Христов. Неисследимое. То есть в мире ничто не может сравниться, что Бог готовит нам во Христе Иисусе. Это действительно. И Бог заключил во Христе новый завет. Новый. Этот завет был заключен не без крови, а в крови нашего Господа Иисуса Христа. Смотрите, в этой вот отчетности, я не прочел этот стих, Господь сказал, я всех сохранил, кроме сына погибели. Смотрите, дорогой друг, чтобы он о тебе не сказал, я всех сохранил, только вот Петя не оказался верным. Я всех сохранил. Господь желает представить всю церковь свою, сохранив нас от врага души. И чтобы представить при лицо Отца, сказав, вот я и дети, которых ты мне дал, я всех сохранил. Слава ему во веку. Аминь. Мы вставше поблагодарим Господа. Господь, Господь, ты весь жизненный путь прошел и исполнил то, что поручил тебе Небесный Отец. Ты разрушил дела дьяволом. Ты поразил его в голову, восторжествовал над ним и отобрал у него ключи ада и смерти. Теперь все, твоя могучая десница. И как вот брат сказал, ангелы воспели ему славу. Откройте врата вверхи, войдет царь славы. Он царь славы. Господи, слава тебе. Да познай души еще, которые не отдали свое сердце тебе. Господи, без тебя нет спасения. Только в тебе, потому что ты совершил это спасение. Что весь гнев Божий был излит на тебя. Ты все воспринял, чтобы все перенес, чтобы удовлетворить божественные правосудия. Слава тебе. Благословите сердца, которые еще не познали тебя, чтобы этот день был им радостным днем спасения. Хвала тебе наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Слава тебе.